здравствуйте друзья мы с вами саннивейли калифорнии кремниевой долине в тихом таком районе нейбор ходе как у нас говорят и вот тут open house вот вот тут прямо open house и вот туда сейчас пойдем дом 2200 скверфутов участок 7000 то есть 7 соток где-то по-нашему он перри как бы строим немножко и они за него хотят миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч или 888 тысяч это бог in closet понятно да так а тут кстати вот есть люк этот люк ведет вниз до кролл спейс ведет вниз так называемый кролл спейс так так ползком можно ну что ж ванна ну что хорошо хорошо сделано очень мило все очень очень приятно действительно дом такой как сказать в отстроенный перри переделаны перестроен тут агент китаец он мне начал говорить что вот нехорошо типа снимать но можно чуть-чуть но не целиком вообще давно мы не видели человека который больше нельзя снимать но достаточно было не страшно так это маленькая кухня такая предборничка такой тут вот стиральная сушильная машина обычно ставят вот в этом углу здесь у нас вот архитр туда пошел было бы очень естественно чтобы где-то был вход в гараж здесь но я пока не вижу так дворик такой кондиционер работает просторно здесь такой въезд я думаю куда тут бегать то можно ну-ка смотрим ну особо никуда но вот может быть тут гараж можно было бы поставить цвет а что ты думаешь по поводу вот этой вот этого въезда это явно тут может быть гараж где-то был я сам что этого дома оригинально был гараж на одном машинах они еще сделали ремоделинг и они сделали вот этот тандем паркинг и там две машины одна за другой вдоль а здесь если есть место это почему нужно парковаться я понял то есть на самом деле это на самом деле это место куда можно поставить еще пару машин если вдруг нужно вот такая красивая штучка она журчит вот а то что будет это кондиционер сейчас я хочу зайти слева посмотреть что там делается такой пятачок слева небольшой а тут видишь у них протекает вот оно не закрутили краны все они делали очень мая но почему они не делали не обуви сюда из комнаты но наружу они сделали только из фамилиру май спальне они не сделали ком вот мне очень нравится то они пристроили такой бар с раковинкой с холодильничками для вина хорошо прихожая там входная дверь так мы заходим в дом так вот у нас одна комнатка типа детская тучка вторая шкафчик это старая часть у тебя это старая часть этого верхового покрасили там должны быть еще спаленки да это старая часть дома так то что мы сначала видели это пристроили вот здесь еще тоже крест это это как бы все из оригинальной части дома так тут туалет наверное да это было когда-то мастер бальдерман но они все действительно очень хорошо отремонтировали так что надо отдать должное молодцы очень хорошо все сделали вот тут еще один туалетик при входе в дом милых очень-очень симпатично тут еще вход такой очень милый с крылечком все так симпатично сделано и вот света поделится впечатлениями света ну что это хороший лот то есть на немножко в тенечек хороший лот там больше семи соток лот поэтому люди выжили из него все что могли изначально был конечно очень маленький лотик вот даже гаражик оригинальный на одну машинку всего но они что сделали когда они делают эрдишен да они сделали его длинным надо могут стать две машины вот как то вы не зашли в гараж сегодня я посмотрела там одна за другой могут стать но он узкий длинный вряд ли кто-то будет так парковать две машины только если выезжают людям что интересно вот все кто идет китайцы и который там продает тоже китай но но что интересно изначально дом был построен так что он на участке сидит и там есть вот въезд достаточно там для машины узенько но достаточно да и они использовали не делали там хорошую дорожку то есть принципе машины может и здесь наружу одна и вторая там что уже хорошо да значит с точки зрения того что они построили они до выжили все что можно было выжить что участок не очень широкий но достаточно глубокий но стоит свои денежки обожи про денежки я не знаю это отдельный вопрос но что получается и такая же ситуация у нас даем поскольку они сделали эдишен перпендикулярно основного дома до до них получилось что мастер бедра находится в самом конце если у тебя например маленькие дети да то тебе ну не слышно плачет они плачут очень очень большой путь чтобы до них побежать ночью там или что-то такое для бабушки будет хорошо не ну как же большой мастер бедра вот если дети подростки да то отлично они себе там где-то сидят а у тебя полное отдельное крыло с фэмилиром там с энтертейментом все и все не очень мешает поэтому это на определенных людей за вполне нормальная такая структура дома что они сделали хороший дорогой ремонт и так все ухожененько очень смешно что в ванной комнате они повесили душ там такую вот современную это целую колонку панель душевую и они не повесили перпендикулярно находите немножко под наклоном это очень смешно то что в таком дорогом доме это заходишь она будет мозолить глаза каждый раз ходить мимо это так по улице идешь и не подумаешь что дом дорогой правда да мы когда подошли я думаю ну какой-то наверно старенький домик небольшой но у них тем не менее security есть и в доме есть целая панель где можно видеть что происходит наружу вот камера секьюрити бога тут где камеры хотя это в общем-то довольно такой безопасный на и выход на положили денежки я не знаю уйдет за эти деньги или нет это другой вопрос но сделали люди хорошую работу а уже это вопрос но сейлова когда дай бог здоровья